то мы получим сверху респондента с наибольшей прогнозируемой вероятностью участия в профсоюзе. И мы видим, что это респондент, который за последнюю неделю встречался с невозможностью осуществлять действия, видимо, в рамках рабочего процесса, в высокой степени ощущает уважение со стороны окружающих людей, в высокой степени сам распоряжается своим рабочим временем и принимает стратегические, управленческие решения. При этом не считает, что очень важно быть успешным и заслужить признание со стороны других людей. Живет в пригороде мегаполиса, имеет бессрочный трудовой договор, работает в госсекторе, а именно в сфере медицины или образования, очень удовлетворен своей работой. Проживает как раз в Исландии, что неудивительно, учитывая высокую вероятность участия в профсоюзе предсказанное. Посмотрим, реально участвует он в профсоюзе или нет. Да, участвует. И мы видим, что и другие респонденты, идущие вниз, у которых чуть ниже вероятность участия, они тоже участвуют в реальности. Касательно же рассматриваемого респондента, можно подчеркнуть, что для него сложилось сочетание важных предикторов, которые склоняют баланс в пользу P1. А именно удовлетворенность работы, проживание в пригороде мегаполиса, бессрочный трудовой договор и, конечно же, проживание в Исландии. Очевидно, что исландские законы благоприятствуют развитию профсоюзов. Чуть позже мы посмотрим на общую картину того, насколько совпадают предсказанные значения по членству в профсоюзе и реальные. А пока что посчитаем вероятности в Excel. Для случаев, допустим, когда респондент с некоторыми причинами вероятности отсутствует в базе. А мы все равно хотим знать, какая вероятность участия и неучастия в профсоюзе и того или другого респондента. Если мы знаем, что P1 поделить на единицы минус P1 равняется 0,41. Это я говорю про контрольную группу. То мы легко высчитываем увеличенную, собственно, P1. Вот формула. То есть для контрольной группы вероятность P1 участия в профсоюзе равняется 0,21. Поскольку зависимая переменная бинарная, то, следовательно, вероятно.